Почему харассмент так распространён и так защищён? Надо исследовать всю систему. Меня зовут Джоди Кентер. Я журналист-расследователь из Нью-Йорк Таймс. Что ты узнала? Она говорит, в Голливуде харассмент буквально повсюду. Я не хочу убедить своё имя в газете. Поняла. Как тебе удавалось убедить женщин открыто рассказать, что с ними случилось? Я говорила так. Я не могу изменить то, что случилось с вами. Но рассказав об этом, вы поможете защитить других. И это правда. С чем конкретно мы здесь имеем дело? Все эти женщины соглашались на рабочие встречи с продюсером, с работодателем. У меня до сих пор перед глазами тот номер, этаж отеля. Он постоянно трогал меня. Я попросила его уйти. Вместо этого им угрожали. Их склоняли к сексу. Я была молода. Напугана. Здрасте. Мы из Нью-Йорк Таймс. Вы раньше работали на Харби Вайнштейн. Журналисты уже пытались написать об этом. Он их остановил. Харби решительно отрицает все обвинения в насилии. Он манипулирует людьми. Он в этом просто мастер. Я прошу вас только об одной встрече. А вам не кажется, что все эти женщины просто решили переспать с продюсером, чтобы что-то получить? Это больше, чем Вайнштейн. Это целая система, покрывающая насильников. Женщины, подписавшие эти соглашения, не могут говорить. Иначе их засудят. Но если бы кто-то смог рассказать о тех откупах... О каких откупах? Представьте, что каждый ваш разговор прослушивают. И что за вами следят. Сколько женщин молча страдает от таких, как он? Меня убьют из-за вас. Ты жалеешь, что взялась за эту историю? А ты? Нет. Все эти женщины согласятся только в одном случае. Только все вместе. Мы все здесь, Харби. С кем вы говорили? У меня три дочери, и я не хочу, чтобы они считали, что насилие любого рода – это нормально. Я дам интервью. Пишите. И готовьтесь. Все будет преданно облажке. Я хочу вернуть себе свой голос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!